После смерти мамы Даша Алексеева осталась сиротой. На момент трагедии семья жила в Москве. Там девочка провела 10 первых лет своей жизни. И сначала оказалась в российском приюте. Но потом, когда выяснилось, что Даша гражданка Украины, её депортировали на родину. Уже из украинского приюта её под опеку забрала женщина, проживающая в посёлке Зайцево Донецкой области. Сейчас он находится на территории неподконтрольной Украины. Там до сих пор ведутся бои. Когда война только началась, Даша ещё ходила в школу. И порой, рассказывает она, дорога к знаниям была в прямом смысле этого слова опасной для её жизни. Случалось так, что приходилось ходить через минные поля, через обстрелы. Ну, люди погибали. Это на самом деле страшное видение, и врагу такого не пожелаешь. Последние полгода Дашей пришлось доучиваться в школе города Бахмут, чтобы получить украинский аттестат. Теперь, поступив в один из харьковских вузов, Даша оказалась в сложной ситуации. Денег у студентки нет. А ведь и ремонт в комнате общежития, и питание, и расходы на обучение нужно оплачивать. Материально трудно. И сейчас не очень. Потому что опекуну переправляться сюда трудно. Там у нас не работают ни почты, ни банки, ничего. Закрытая зона полностью. Поэтому деньги пересылать нереально. Живу сейчас в общежитии. Ну, тоже, когда приехала, трудно было поначалу. Но потом встретилась с волонтерами, которые мне очень помогли. Волонтеры опубликовали историю девушки в соцсети. И после этого ей начали звонить люди, желающие помочь. Так у Даши появилась работа, продукты и ноутбук. А еще привезли холодильник. Ведь в комнате девочки не было даже его. Даши пообещали иструю материалы, чтобы девушка могла сделать ремонт. Волонтеры же говорят, Даша не единственная переселенка из зоны АТО, которой требуется помощь. Мы покрываем территорию, на которой проживают примерно 240 тысяч человек. Это нейтральная территория, буферная зона и 20 километров первая подконтрольная Украине территория. Ну, так, для понимания, то есть у нас открыто 6 гуманитарных штабов, в которых регулярно приходят люди за помощью. Мы получаем порядка 3-4 тысяч обращений в неделю с различными просьбами. Евгений добавляет, что большей части обратившихся они помогают. Причем наиболее эффективно именно с помощью вот таких публикаций в соцсетях, как и в Дашином случае. Ведь на государство надежды мало. Порядка 20 тысяч человек были эвакуированы силами протестантских церквей, силами 5-6 волонтерских групп на личных автотранспортах с нашими водителями. Без одного литра бензина от государства не было ни программы МЧС по эвакуации, ни предоставлено государственным транспортом, ни просто на топливо, ничего. А еще призывает Евгений. Людям, оказавшимся на временно оккупированных территориях, не следует бояться уезжать из дома и обращаться к волонтерам за помощью. Ведь такое переселение действительно может спасти жизнь. Артур Рязанов, Михаил Воронков, Олег Мартынюк, агентство телевидения новости.